Давайте откроем 54-ю страницу и мы более детально поговорим о снах, которые вам приснились. Я попытаюсь дать вам информацию, чтобы вы смогли понять о чем ваш сон был. И мы говорим о двух различных сферах снов. Мы разделяем сны на внутренние сны и внешние сны. И, в основном, внутренние сны — это сны, которые говорят о вас, относятся к вам. И большинство из тех снов, которые вам приснятся, будут о вас самих. Причина какая? Потому что Бог хочет говорить с вами о вас же. Бог хочет разбираться с какими-то проблемами в вашей жизни. Поэтому сны будут о том, через что вы проходите. Он даст вам сны, чтобы дать вам направление. Ибо же Он даст сон, чтобы предупредить вас о чем-то. Либо даст сон для того, чтобы исправить вас в чем-то. И Он даст сны, которые будут иметь отношение к каким-то проблемам, находящимся в вашем сердце. Либо же Он также может сказать вам то, что спланирует делать с вами в будущем. Вот это, можно сказать, внутренние сны. Пример такого внутреннего сна — это сон Иосифа в бытие 31-й главе. Также сон Навуходоносора, который столковал Данил, также сон был о Навуходоносоре. И тот сон также был сном исправления, или исправляющим сном. И Данил 2, 30-й главе говорит о том, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. И поэтому Бог разбирался с упрямством и гордостью Навуходоносора. И Он дает этот же сон о самом Навуходоносоре, чтобы показать эти проблемы в его жизни. Также Бог будет давать то, что мы называем внешние сны. И эти сны будут о других людях. Либо о общине. Либо о городе. Или даже о целой стране. И у 95-ти у людей 95% всех снов это внутренние сны, либо сны о самом человеке. И только 5% будут относиться к другим людям. Но если вы являетесь ходатайом, то возможно у вас будет больше снов, которые говорят о других людях. И обычно, когда Бог дает вам какой-то сон о каком-то человеке, то не для того, чтобы указать на его погрешности. Это так же можно сказать о пророчестве, что Он не говорит что-то такое тайное, скрытое. Но Он дает этот сон для того, чтобы мы молились об этих людях. И когда у нас сон о каком-то другом человеке, Бог призывает нас к ходатайству. И из-за того, в какие времена мы живем в настоящее время, Я так же верю, что Бог будет увеличивать количество таких внешних снов, либо снов о других людях. Для того, чтобы предупредить о том, что будет, что придет. И поэтому, возможно, у некоторых из вас будут сны о суде грядущем. Судах, которые Бог будет изливать на землю. Мы у нас в церкви, так же у некоторых людей были такие сны о грядущих судах на Америку. И это призвание для церкви к тому, чтобы молиться. Призыв к молитве. An example of an extrinsic dream in Scripture is Genesis 41, 1-32. God gave Pharaoh a dream. But the dream was more than just about him. Но сон не только говорил о самом фараоне, а что-то больше там включено было. It was about all of Egypt. Но обо всем в Египте, сон. И даже в отношении окружающих народов. Because God prepared Egypt by revealing the need to store up food. Поскольку Бог приготовил Египет и говорит, что нужно заготавливать еду. И вы так же понимаете, что дети Якова выжили благодаря тому, что была собрана та еда, запасена. Поэтому Бог дал фараону сон, который повлиял или повлиял на тысячи людей. So, pastor Valentin might get a dream, and it would be about the entire congregation. And so, if you have influence over a group of people, the Lord may give you a dream about a group. And that would be an extrinsic dream. Now, on the next page, we have a couple of outside activities for you to do. To help you find examples of extrinsic and intrinsic dreams. And we're not going to do this right now, but this would be an outside assignment. Assignment for later. And you can read in number one to find four examples of intrinsic dreams in the Bible. And then number two, find four examples of extrinsic dreams in the Bible. If you'll turn your page over to page 57, we're going to start giving you what we call basic principles of interpretation. We say here that a dream that's not understood remains a mere occurrence, but when it's understood, it becomes a life-changing experience. So, obviously, the first important part in dream interpretation, as Alan has already said, is dependent upon the Holy Spirit. But the second important part would be understanding what the symbols mean. And we need to understand that though there are some symbols that can generally mean the same thing, not all symbols always do. And certain symbols can even change from dream to dream. And certain symbols can even change from dream to dream. But some symbols are easily understood even as we read Scripture. Let me give you some examples. When you think of Scripture, what does wind represent? When you think of Scripture, what does wind represent? Что вы думаете о ветре, когда там есть примеры с ветром? Дух Святой? Sit loud. Does everybody agree? Все согласны? No? Нет? Yes, да. 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 Oil. What does oil represent? Помазание. Помазание, что это снова? The oil is representative of who? The Holy Spirit as well. Тоже Дух Святой, сила Духа Святого. Right? Oil. Okay. And even water. Даже вода. What? Pardon? Дух Святой. Okay. That which cleanses. Та, что очищает. Could also be the Holy Spirit. Также Дух Святой. Do you see how that fits into Scripture? Видите, как это все в Писании можно проследить? Water is symbol of baptism in Scripture. Symbol крещения в Писании. Okay. And so, if there's a strong wind, what does that remind you of in Scripture? А поэтому, когда сильный ветер, такой ураганный ветер, то о чем это напоминает, если такое в Писании? Суд. Okay. Трудности. Проблемы. Or, when in Scripture do you read about a mighty wind? Right? So, a wind can be a mighty moving of God, a mighty blowing in of the presence of God. Поэтому ветер, это также может быть сильное движение Божие, или тунновение этого ветра. Либо же также может быть ветер, который разрушает, разрушающий ветер. Поэтому, можно сказать, ветер в разных формах приходит. Это такой сильный поток ветра, торнадо, ураганы. И все эти явления могут быть как позитивными, так и негативными. И что мы узнали, то, что цвет этого шторма, этого урагана определяет, негативный ли это ураган, либо позитивный. Во сне, когда вам снится такой сон. Если это темный ураган, темная буря, то обычно это ветер, который разрушает. Если все в светлых тонах, то обычно это ветер Духа Святого. Но, как многие из вас знают... Это ветер из Духа Святого. Но, как многие из вас знают, что даже когда иногда Божий ветер дует, то иногда тоже бывает такая турбулетность и завихрение ветра. Знаете ли, что некоторые люди такие восхищаются, такие довольные, что Бог так сильно движется, а некоторые отстраняются назад. Поэтому, если ветер пробуждения приходит в эту общину, то пастору придется разбираться с людьми, у которых хороший опыт и негативный опыт. Допустим, у вас нет, был у вас такой ветер, ураган, который разрушает, но это был хороший ветер. Хороший ураган. Понимаете ли вы это? Что можно понять? Божий ветер хороший, который дует, и потом те люди, которые сопротивляются, у них будет негативное переживание в этом ветре. И когда Бог двигался в вашей жизни, бывало ли такое, что и Он вас переворачивал с ног на голову? Да. Поэтому, это хорошая штука, но иногда некомфортная. Хорошо. И как Аллан говорит, чтобы мы сон как бы упростили и в такой простой форме предоставили. И мы пытаемся сосредоточиться на основных моментах. И пытаемся сосредоточиться на самых основных, важных моментах сна. Так как если мы все только детали будем пытаться ухватиться за них, то мы вообще сойдем с дороги. Поэтому первый вопрос, который вы задаете в отношении сна, где я нахожусь в этом сне. И мы спрашиваем себя три вопроса такие. Являюсь ли я наблюдателем? Являюсь ли я участником событий? Либо же являюсь ли я главным фокусом во сне? Обычно, если я наблюдаю, то я откуда-то, из какого-то места наблюдаю за всем происходящим. А другие даже не подозревают, что я там нахожусь где-то. Я наблюдаю какие-то события. И если я наблюдаю, то сон не обо мне, относится к кому-то другому. Либо же я могу быть участником сна. Что означает, что я также полноценный участник сна, как и все остальные. И в том сне я не выдаюсь и не выделяюсь на фоне других. Я могу быть просто одним из людей, одним из той группы. Если я являюсь участником в этом сне действия этого сна, то этот сон также не обо мне. Но если я в центре, если я главный фокус и вся деятельность, все, что происходит, вокруг меня происходит. То тогда этот сон обо мне. Допустим, я веду свою машину по дороге. Выхожу из машины, вхожу в дом. Разговариваю с пятью людьми. Затем я иду на задний двор, смотрю там на сад, на поле. Затем выхожу из того двора, из того сада, срываю цветочек. Тогда этот сон обо мне. И я фокус этого сна. Это ключ. Потому что первое мы пытаемся сделать, это найти фокус сна. Потому что если фокус у нас будет смещен или неправильным, то интерпретация сна будет неверной. И как только я определился с фокусом сна, то тогда что мы делаем? Мы определяем субфокусы. И обычно в снах бывают от двух до четырех субфокусов. Субфокусы — это другие важные элементы сна. И поэтому даже этот сон взять, который я только вам рассказал. Я фокус сна. Машина — субфокус. Вероятно, дом тоже — это еще один субфокус. И то же самое с задним двором. И так же, если в этом сне будут другие люди, которые тоже какое-то влияние оказывают в сне, то тогда тоже они являются этим субфокусом. И если сон о вас, но вы что-то делаете с какими-то еще другими людьми, то так же те люди могут тоже подпадать под этот субфокус. И еще дальше пойти цвет дома и цвет машины — это уже будут детали сна. И можно сказать, субфокус напрямую зависит от фокуса или взаимосвязан. Поэтому, когда мы пытаемся определить, в чем же фокус сна, нужно от всех деталей избавиться, то есть отодвинуть пока. Или заполнители, все наполняющие, составные, отодвинуть. Детали, подробности — это все то, что не имеет весомого значения во сне. И в принципе, что мы сделаем, мы разберем сон в вашем материале. 59-я страница, это сон, такой пример, разберем. Я хочу, чтобы вы прочитали этот сон, и затем определите, по вашему мнению, что является фокусом сна. По ошибке, что сделали, получается, все объяснили. У вас ответы есть. Сначала давайте все прочитайте сон. Прочитаем сон. В начале сна я находился на крыле очень высокой скалы. Я знал с уверенностью, что мне предстоит принять решение либо сделать шаг вперед со скалы, либо развернуться и отступить в безопасное место. Я решил сделать шаг вперед, но вместо того, чтобы полететь вниз, я начал парить, мягко спускаясь. Я приземлился на место водителя в автомобиле голубого и белого цвета с откидным верхом, движущегося с большой скоростью. Окей, without looking at the answers, cover up the answers below, and I'll ask you the question. Кто является фокусом, или что является фокусом? The dreamer. Correct. Сновидец. Правильно. Okay. Keeping the answers covered up. Не смотрите. Все сюда смотрите. Give me what you would believe to be maybe three sub-focuses. Давайте мне три субфокуса сна. Скала. Mountain. Машина. Скала, машина и что еще? The car. And what else? Passenger seat or driver's seat. Yes, correct. The edge of the cliff. The automobile. And the driver's seat. Those are the three next important elements of the dream. Then all of the others would be detail. Now, let me give you what we've discovered about certain elements. Through an overall study of Scripture and through the processing of thousands upon thousands of dreams. We believe that modes of transportation are symbolic of your personal life or your, I'm sorry, your vocation or your ministry. Это есть символ вашей работы, то, чем вы занимаетесь в жизни либо вашего служения. So, understanding that, what do you think a cliff edge is symbolic of? What's going on with the dreamer as they're on the cliff edge? What do you think the cliff edge is symbolic of? Еще раз. Decision. Решение. Exactly. Да. Yeah. You're on the edge of a cliff needing to make a decision. На краю скалы необходимость принять решение. What does it take to step off the cliff? Что нужно для того, чтобы сделать шаг вперед со скалы? Вера. Faith. Faith. Exactly. Да, точно. So, when they do, when they drop off the cliff, потому, когда он как бы падает со скалы, do they crash? So, what do you think is symbolic of gently falling? God's hand upon them. Which would indicate that they've made the right decision. Now, where do they land? In the car. In the car. In the car. And so, if we said that a car symbolizes a vocation or a ministry, then God was calling this person to step by faith into a new calling. Now, not only did they land in the car, but they landed where? So, what would driver's seat seem to symbolize then? In this case, in this case, the driver's seat is the responsibility. Okay. Yeah. In other words, if I'm a passenger, then it may be a ministry I'm involved in. But if I'm the driver, it would be a ministry that I'm leading. Do you see that? Okay. Did everybody get it right? Все поняли? Всем все понятно? Okay. One other element, one other detail in that dream. It's the last one that we read. It was called speed. So, it was either a vocation or a ministry that was going to take off very quickly. Okay. Is that good? Все понятно? Все хорошо? Color? Colors? We didn't talk about colors. There's a color. Okay. I will... Israeli flag. We'll talk about colors later. I just again through our study of Scripture obviously there's obviously there's not a Scripture that says blue means this. Right? No Scripture that says red means this. But as we have studied all of Scripture and we've seen how these colors have been used throughout Scripture and then as we have correctly applied that to dream interpretation we've discovered that certain colors consistently seem to represent particular elements. so one of the possibilities for blue is revelation so it could be a revelatory ministry or prophetic ministry that God's calling this person to do. or the mood of the dream does it tend to be positive or negative does it tend to be dark or light is it eerie or pleasant eerie because the mood will often determine whether we see a symbol as negative or positive because a negative understanding of blue at least in our country is depression. We have a phrase in America I'm blue and that means I'm depressed out of blue really okay so this is a good example of how symbols are different in different cultures okay because she just said that here gay people are referred to as blue so so blue in the negative in your dreams would possibly mean that but see because God knows your culture he'll give you colors that you understand in the terms of your culture I'll give you another example of a color that in the negative means to us envy green in the negative to us means envy we have a phrase he's green with envy and so that may not mean that to you it is the same green green with envy here we have you're catching it this is the kind of stuff we're talking about so I can't tell you exactly what all your symbols will mean so you see some will come out of scripture and some will come out of your culture okay all right once again keep the main thing the main thing don't get bogged down in the details of your dream determine the attitude and agendas of the other people in your dream what are the emotions of the other people other characters are they good or bad how did I feel about them in the dream how did they affect me in the dream we also have to recognize what is it that God is dealing with me about at this time often times that's a great clue because again his revelation to us in dreams are going to be dealing with our issues or what is he calling me to at this current time now when we talk about color 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 is important but again color is only a detail so we don't start with trying to figure out the color but after we've discovered what is the focus and the sub-focus then we can let the color help more clearly define it but the important thing to understand about color is that dreams in color are from God the enemy cannot give you a dream in color because he doesn't operate in color because he is the enemy the enemy is darkness there's no light in him and so color comes out of light and so the enemy can't give you a dream in color but black and white dreams or muted dreams are from the enemy now whenever we teach this some people move into fear because they start trying to remember whether they've been dreaming in color or not trust me you're dreaming in color sometimes we haven't paid attention to it but just because you have a dream that's not in color doesn't mean you're a bad person it just means that the enemy is trying to manipulate you or create fear in you nightmares come from the enemy fear dreams come normally from the enemy or out of the fears of our own soul but God will give you dreams in color determine the tone of the dream did the dream produce fear in me or hopelessness or uneasiness or did it bring great peace did it stir up faith was it a pleasant experience or was the atmosphere harsh or was it neutral or exciting and this helps us understand the context of the dream we're ready to take our next break beautiful sure incident when we're going to come to and then we're going to put it in and then we're going to and then we're going to